Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поприветствовать в этом непростом дне, 11.09.2018 год. Погода за сегодня. С утра было холодно. Прям холодно, холодно. Всем утра мы шли, прям холодно. Потом я там бегал, бомбу искал, подснял. Кстати, пляжи, как выглядит, там жемчужина, там еще несколько пляжей, да. Я их в конце видео вставочки сделаю. У меня будет совершенно другой формат погодного видео. Посмотрите, зайдет, не зайдет. То есть, все снимал сегодня изменения погоды в целом за день. Сейчас у нас около 12 часов дня. И я вам покажу, как выглядит погода сейчас. Температура воздуха будет озвучена сразу. 24,9-25 градусов. Ну, в принципе, комфортно. С утра даже ветра не было, я бы так сказал. Потом подул, начал разгонять. Шторм первого видео было, как шторм набирает силы. Сейчас шторм все сильнее и сильнее становится. В общем, это настоящее осеннее приключение, если кто-то приехал. Друзья, хочу сразу сказать только, берегите друг друга, пожалуйста, и купайтесь аккуратно. Я понимаю, что купаться хочется. Сам бы полез, но жизнь дороже лично для меня. Поэтому я немножко перетерплю и искупаюсь как-нибудь потом. В следующей жизни, когда я стану кошкой. Ну что, начинаем. Посмотрим по сторонам. Мы сегодня также находимся на пляже Кавказ. Говорят, что на все три пляж не убираются. Комментарии ваши, это вообще огонь. Спасибо за них, что вы пишете. Кто-то поддерживает меня, говорит, что жизнь одна дороже. Кто-то говорит, что это не волны. Я бы туда забежал, так бы сам качался бы на волнах. Вы посмотрите, даже здоровенный мужчина выходит. Он, то есть, после волн уже такой, как, укачанный, там, уставший. И идет его, покачивает потихонечку. А представьте, вот там те же самые дети. Ну, это вообще, на самом деле, как бы жалко. Кстати, корабль, который вот минно-разминирующий, там, или как он там, правильно, я его снимал. Еще когда первый раз нашли торпеду в районе пляжика, ну, возле центрального в Анапе, недалеко, так сказать, на Пенинском проспекте. И вот этот же самый корабль сейчас стоит здесь. То есть, мину забрали, она, скорее всего, где-то в их районе, и будет подрыв. Так что, если вы почувствуете землетрясение, опять напишите, землетрясение, цать баллов, знайте, скорее всего, чтобы была просто подорвана мина. Потому что в прошлый раз, как раз, там, в 6 утра четко у нас было землетрясение, там, кипиш. А, утряхануло, не тряхануло. Это кавказский хребет, любые, там, ду-ду-ду, я представляю, как трясет. Поэтому, поэтому мирного неба всем над головой, чтобы мы никогда только вот такие вот мирные подрывы испытывали и ощущали. Я всем желаю от души. Температуру водички мы сейчас с вами тоже замерим. Она довольно-таки интересная должна быть, потому что с утра вода мне показалась холодной. Но в течение дня все-таки она стала более-менее, ну, приятной. Вот эти мужчины с масками купаются. Все-таки здравый смысл, разум немножечко у людей возобладает. Потому что все меньше и меньше таких людей, которые плавают в море, купаются. Вы можете сами наблюдать, что больше прогуливаются по, так сказать, по берегу. Собирают ракушки, красивейшие рапаны, их очень много выкинуло в этот шторм. И все меньше людей лезет в море. Ну, такие события, конечно, печальные, когда вот ребенок, там, папа, папа, можешь не добежать. Мамка, говорит, купались недавно с Дашей, говорит, говорит, она вот шаг от берега делает, жутко ушла. А просто яма, вот прям вот яма, не то, что там где-то вот, да, прияма, которая здесь, а, ну, просто вымыла яму, образовалась, говорит, хорошо, что рядом была посла. То есть вот, ну, говорится, все опасно, все рядом, берегите себя еще и своих детей. Я специально решил пройти в эту сторону, чтобы вам показать одну такую вот вещь, которую вот буквально недавно выкинула на берег. И представьте, вы такие ныряете, купаетесь, такие счастливые. И там вот такая ветка выплывает, говорит, вам, здравствуйте, ай, я ваша тетя. Вот вам не весело-то будет, я думаю. Ну, хотя, может, вы хохмач, там, хохотаться хотите. Или ноги заплетутся у вас там, или трусами зацепитесь, грубо, за эту ветку, и потянет она вас куда-нибудь, воссвояется. Вот представьте, да, а это все там плавает, это все оттуда. Пляж пока особо не убирает, но будем надеяться, что это из-за того, что много выкинуло всего, может, ждут еще. Вроде бы водоросли перестало выкидывать. Эта черная муть, которая была, ее тоже в сторону смыла. И будем надеяться, что далее будет более комфортная погода. Тут пляжики, видите, водоросли так и не пообирали. Это пляж Одиссея. Где же предостаточно, хоть спасатели спят. Пляж открывается с восьми, лезут в море. Бесстрашные люди. Хочу похвалить панцанат Селена. Потому что я уже не первый раз вижу, когда случается на пляже беда. У них очень много людей выходят эту беду решать. Вот сейчас тоже можете наблюдать, как пляж очищает, вычищает. Становится все классно и красиво. Первый пляж Панцаната Парус. Буквально соседи. Но здесь, по-моему, всем все равно. Ну, водоросли, но придут. Ну, все их поставят, переступят, да? Как-то так. Люди, правда, здесь не так отчаянно лезут в море. И вот следующий пляж, это Анапа, санаторий. Здравствуйте. Так, МВД, ФСБ. Здесь то самое. Пляж отеля Бетонбрюд. Разнесло в хлам. Я так понимаю, восстанавливать вообще не собираются. Вот они, заборы, которые стояли в море. Я вам рассказывал о них как-то в одном из видео. На пляже Чемчужиной России. Но приходит волна. И смотрит все в хлам. И людям свободное место. Вот это лавчер из зоны отдыха. Так понимаю, смотрите, то, что покосившиеся части, которые пост носила. Конечно, картинка красивая, 3D-шная. Лестница в море. Как вам такое? Сделал небольшую вставочку. У нас уже начинался дождик. Смотрите, какие облачки затягивают. Разрыв образовался. И может быть успею сделать еще одну съемочку. До свидания. До свидания. Думаю, прошлое, впереди идет будущее. Так сказать, что совсем красиво, красиво все это выглядит. Дождик родной, дай нам еще час. И скажу тебе спасибо. Смотрите, друзья, вот так вот в канапе двигается фронт. У нас в виде зела, походу, он прошел стороной. А вот в канапе прям видно, что там поливают. И значит, сейчас будет в городе-курорте дождик. Зато море какой цвет имеет. Красивейще просто. Сегодня у меня новый формат видеосюжета будет. Надеюсь, вам понравится. Собственно, пошел дождь. Смотрите, разогнал всех людей. Был прям шквалистый ветер, что невозможно даже было фотографировать. Сейчас показываю. Опять фронт прошел. Там буквально все происходит, понимаете, в течение 10 минут. Когда мне спрашивают, какая у вас погода, не смешно становится. Ну вот оно все меняется. Смотрите, людей на пляже нет, все разбежались. Хотя их было, в принципе, предостаточно. Наверное, самые медленные, самые стойкие остались. Чайки, чайки. Там битва у чайки идет за что-то на бакане. За место, наверное, под солнцем. Вот так вот сегодня у меня прям четкий отчет по погоде, которая происходит. А на домах прям льют дожди. Люди думают, что я кого-то остановил. Там шторм, волны. Купаемся. Итак, я немножко замолкаю. Предлагаю вам посмотреть на волны. Температура воды 23 градуса. Наслаждайтесь тем, что вы сейчас увидите. Это дорогого стоит. И очень приятно. Смотреть все-таки на волн со стороны. Что-то на короткой берег. Дичайшая красота, я бы так назвал. Дичайшая красота, я бы так назвал. Дичайшая красота, я бы так назвал. Дичайшая красота. Дичай punched. Дичайшая красота. Дичайшая красота. Продолжение следует... 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 Всем пока-пока... Продолжение следует...